Всем добрый день, девочки мои! Даже уже, скорее всего, добрый вечер. Я скоро пойду за Настей в детский садик, поэтому день уже прошел. Что я вам хочу сказать? У меня радостная новость. Мне удалось перенести сборку с четверга на среду. Так что завтра у нас будет сборка. Сегодня я Настю забираю с садика, мы вечер будем с ней вместе. А завтра уже, вот уже буду ждать я сборщиков. И вот целый день, завтра я свободна, как раз. Я не знаю, во сколько они приедут, потому что я когда спрашивала с 9 до 15, я говорю, до 15 это они закончат работу или они приедут до 15? Мне сказали, приедут до 15. Поэтому я сегодня позвонила на горячую линию и попросила по возможности перенести на пораньше. И вот такая возможность появилась, в общем, перенесли. Так что я уже прямо, уже на чемоданах сижу, жду, когда же мне уже соберут этот уголок. Мне не терпится, я смотрю на эти коробочки. Больше ничего не буду говорить, чтобы только вот все уже произошло. И когда произойдет, тогда мы увидим уже готовый уголок. Вот. Ну, а сейчас я собираюсь за Настей. Девочки, что на улице и вот погода какая-то странная. Знаете, вот вроде смотришь в окно, солнце светит и кажется, что там жарко. Носик высуну, смотрю, вроде бы не жарко. 13 градусов, это не так уж жарко. А когда в куртке выхожу на улице, вроде в куртке жарко. А куртку снимешь, уже не жарко. В общем, в конце концов, горлышко чуть-чуть побаливает. Но оно так, то побаливает, то нет. Я горячий чай пью, там полоскаю и так далее. Надеюсь, пройдет скоро. Но оно как бы вот, я же говорю, то болит, то не болит, не поймешь как. Но это видно, вот где-то там подразделось. Или где-то там как-то в комнате тоже прохладно. Иногда мерзну, может быть, это тоже как-то повлияло. В общем, в садик я выхожу немножко пораньше. Хочу пройтись пешочком, спокойненько подышать воздухом. Там вроде ветра сильного нету. Ну, по крайней мере, мне так кажется, из окна. В общем, одеваюсь и выхожу. Девочки, на улице тепло, тепло, но не жарко. Я даже вот застегнула под самое горло. Ветра нету. Но вот не жарко. Решила пройтись потихонечку по проволочку, по-тихому, подышать воздухом. То есть один целый день дома. Как мне удалось поменять сборку, я до сих пор не понимаю. Я, честно говоря, не ожидала, что мне ее поменяют. Но у меня сначала, когда я выбирала сборку, там среда и четверг были свободные. Но я думала, в среду я буду с Настей, а в четверге думала, буду свободной. Потом оказалось, что в четверг мне надо ехать к дочке, а в среду я свободна. Думаю, да позвоню, попробую. И правда, попробовала, мне поменяли. Ну, жду. Сказали, позвонят. Сборщик позвонит мне либо вечером, либо утром. Пока не звонил. Так что я очень с осторожностью еще пока отношусь к этой перемене даки. А то уже не знаешь, там, чему верить у них. Ой. Вышла на воздух подышать. Вот в куртке немножко жарковато. Чуть расстегну, будет прохладновато. И вот эта обманчивая апрельская погода. Очень часто, я помню, в апреле всегда можно простудиться из-за какой-то вот маленькой мелочи. Ветер дунул и все. Ну, с 30 апреля вроде жара должна начаться. Надеюсь, уже такая окончательная. Майская прямо. Ну, все, идем в садик. Девочки, смотрите, тюльпанчики тут уже у нас растут. А вот там петушки дальше. Сейчас пойдем посмотрим. Ой, девочки, сирень скоро будет. Смотрите. Классно. Вот такой вот желтенький цветочек еще. Ой, красотища, красота. Вот это петушки, они еще маленькие. А вот цветочки красивенькие. Смотрите, какие классные. Девочки, смотрите, какая красота. Ой, какие люди молодцы. Под окнами высаживают такую прелесть. Смотрите. Сколько тюльпанов тут красивых, разноцветных. Просто прелесть. Просто прелесть. Вот приятно. С балкончика так выглянули люди. А у них красота под окном. А тут, смотрите, какая красота. Ой, красота. Просто неписуемая. Смотрите, как много цветов здесь. Кустики желтенькие какие-то. И там тюльпанчики растут. Красота, красота. Вот не могу я глаз оторвать. От этой, смотрите, красотища какая. Розы тут. Скоро кусты будут цвести. Тюльпанов много уже. Все, распустились. Смотрите, как дерево расцвело, девочки. Ой, красота. Прям невеста. Это абрикос, наверное. О, какая красотища, да? Покажи, что мы купили. Что это? Клубничка. Клубничка. Домой придем будем кушать. Мы с Настюшей прибежали и быстрее клубнику есть. Со сметанкой с сахаром съели. И только потом я вспомнила, что надо было вам показать. Снять клубничку. Ну вот не сняла. Ну что делать? Всем доброе утро, девочки мои. День следующий. Наступил день Х. Сегодня у меня сборка. И я вся уже мыслями о сборке. Проснулась сегодня с петухами. Услышала петухи, кричат. Думаю, все, значит уже рассвет, пора вставать. Ну и все. У меня уже мысли забиты сборкой. И я прям уже вся в этом, в ожидании. Вот. Ну еще рано пока что. Пока я пью кофе. И уже начинаю продумывать, что куда мне рассувать. Хочу просто освободить пространство для сборщика, чтобы ему было где разгуляться с мебелью. Ну и хочу уже как бы подготовить свой журнальный столик к продаже. И покажу вам его, как он у меня сейчас выглядит. И как он вообще должен выглядеть. Потому что он все время закрыт кольенкой. И вы его не видите полностью. Вот. Ну в общем, вот этим я сейчас и займусь. Мы вчера с Настюлей не стали особо сниматься. И у нее не было как бы особо желания. И я что-то про камеру забывала. Ну Настя не дает мне скучать. Бабушка хочу это, бабушка хочу то. Бабушка тут суетится, что-то делает все время. И в общем-то забывала снимать особо. Но это видео в общем-то у нас не про Настю, а про что? Про сборку и про мебель. Так что давайте я вам сейчас покажу, что у меня сейчас на данный момент в комнате. Ну вот как-то так у меня сейчас выглядит. Я хочу розовую тумбочку сейчас убрать. Наверное в шкаф пока уберу. И столик вот этот журнальный, он мне будет уже вообще-то не нужен. Если у меня будет большой стол там в уголке, то этот столик нужно будет продавать. Но под столиком там лежат у нас коробочки, там всякая всячина. Сверху клеенка одна, другая. И сейчас буду убирать все это. В общем убрала я со стола лишнее пока. И вот это внизу, что лежит полка стеклянная, это полка на самом деле. Это стекло, оно лежит внизу. А поверхность этого столика, она вообще-то черная. И вот я клеенку светлую постелила на двухсторонний скотч и закрепила. Вообще мне этот столик, я его покупала для того, чтобы сверху ставить ноутбук, а вниз принтер. И когда я работала, чтобы я могла этот столик перемещать. Ну потом он стал уже для других принадлежностей. В общем сейчас я хочу попробовать отодрать вот этот скотч. И не знаю, он уже так давно здесь. Удастся мне ли его вообще снять. Хотя у меня есть такое средство интересное. Сейчас попробую. Девочки, уже одну сторону я очистила от вот этого клея, клея от скотча. Вот это средство хочу показать. Я его покупала на рынке Донском. Ну в хозяйстве на можно поспрашивать. В общем 150 рублей стоит оно. Написано средство для удаления наклеек. Соленс, кажется. Хотя на запах напоминает у аспирид. Или что-то такое, знаете, керосиновый запах. Но мне напоминает, по-моему, у аспирид. Это раньше масляные краски мы смывали вот этим средством. Ну в общем-то оно так растворяет вот этот клей прям хорошо. Намажем вот так вот. Вот раз-раз. Все. Там где чуть-чуть оно вообще моментально отходит. Там где чуть-чуть задержалось, ну немножко отмочить надо и все. Все. Сейчас это все отдерется. И потом можно будет еще нижнюю полочку. Там она тоже на прозрачный двухсторонний скотч приклеена. Тоже ее надо будет... Нижнюю полочку я не вешала, потому что мне как раз-таки нужно было внизу пространство. Вот. Ну а вообще-то надо бы повесить. Но я не знаю даже получится у меня ее повесить или нет. Может сборщика попрошу. Все. Вот это отодралось уже прекрасно. Ну вот верхняя часть у нас как новенькая стала. Вот у меня кто-то спрашивает, зачем вы клеенкой застилаете. Тут бы уже убитый был бы стол и поцарапанное стекло. А так, видите, все как новенький стол. Сейчас нижней частью займусь. Ну вот так вот должен выглядеть мой столик. Полочку повесила. Сама справилась. Молодец. Никогда не вешала эту полочку. Там специальные ушки такие. Тут я взяла повесила. Ну вот видите, вот в этом столике мне собственно нужно было, чтобы принтер вниз влазил. А вообще вот эти стеклянные полки, как бы мне были не нужны. Тем более черное стекло. Мне оно не нравится. И к чему его сюда? Ни к чему. Поэтому застилала все время клееночкой. Ну зато столик как новенький. Можно его прям продавать. Ждала-ждала. Решила пожарить картошечку. Захотела жареной картошечки. Это, наверное, от нервов, девочки. Достала такое вот светленькое покрывало. Вот как раз оно будет у меня в тему. Будет как раз по цвету. Время уже 12 часов. Начало первого. Только что позвонил мне этот сборщик. Сказал, придет где-то с 4 до 5. Ну хотя бы позвонил, хоть сориентировал. Хорошо. Можно не напрягаться, расслабиться чуть-чуть. А сейчас я вот смотрю фильм. Включила сериал. Алиса против правил. Ну так, в общем, неплохой сериальчик. Нормальный. Расследуют там. В общем, буду смотреть. Сделала, девочки, картошечку с колбаской, с яйцом. Очень вкусно. Уже покушала. А сейчас решила заварить чаек. Два пакетика. Вот этот вот иммунити. Ну здесь вроде бы хороший состав. Чабрец. Березовой почки, зверобой, ромашка. В общем, иммунити. Ну, не знаю. Не хочу никаких таблеток пить. Горло полоскаю. Но горло чуть-чуть побаливает еще. Я думаю, может быть, это как-то поможет мне справиться с этим всем безобразием. Ту-ду-ду-ду. Ура, девочки. Уголок у меня собрали. В общем, я так рада. Уголок такой классный. И, кстати, места прям даже предостаточно. Тут вот лавочки есть. Не лавочки, а ящички. С одной стороны ящичек. И вот здесь вот небольшой ящичек тоже есть. Вот. Кстати говоря, я так и не поняла покрытие какое. Но похоже на кожзаменитель. Но он такой, знаете, вот как бархатистенький такой. Я даже сначала думала, что это ткань. Но это кожзаменитель. Цвет называется Кашемир Крем. Вот этот вот. А дерево это называется Дуб Белфорд. И, кстати говоря, очень сочетается с моими шторами. Смотрите, как здорово смотрится. Шторки закрыть. И будет очень прям в один цвет. Классно. Места предостаточно. Я больше всего переживала, что вот здесь вот под столешницей маленькое расстояние. На самом деле здесь 14,5 сантиметров. И коленки вполне даже опускаются за стол. Человек нормально может сидеть. Лавочки такие хорошие. Я, кстати, старые табуретки выброшу. Вот эти табуреточки мне нравятся. Мягенькие, аккуратненькие. Такие хорошенькие. В общем, класс. Ну, так как столешница это ЛДСП, вообще-то вот для себя. Я, например, застелю все равно беленькой скотерочкой, чтобы не портить поверхность. Чтобы она сохранилась. Беленькая будет нормально смотреться. И можно здесь овощи резать, сидеть, как я люблю. Салатики нарезать, телевизор смотреть. Да и так покушать, чаек попить. В общем, класс. Мне нравится вообще. Уголочек преотличненький. Сейчас я залезу туда. Посмотрим. Девочки, я обещала дать вам размеры, которых нет на сайте. Ну, длина короткой спинки и длина длинной спинки там есть. Высота 80 сантиметров там есть. Вот чего я там не увидела, так это размеры стола, табуреток. Стол идет 100 на 60. Высота стола идет 73 сантиметра. Высота табуреток 43 сантиметра. Ну, и вот этот, наверное, размер тоже надо, да, померить. Между ножками 70 сантиметров. Ну, правильно, получается по 15 сантиметров с каждой стороны. Вот здесь есть место, чтобы ноги могли туда пролезть. Так, что еще? Табуреточки. 30. 34. На 34 табуреточки. Ну, тоже нормальные. Ну, что, дождалась и своей мебели распрекрасной, да? Я очень рада, девочки. И то, что она светленькая. Мне нравится, что здесь закругленные все углы. И на диванчике все углы закругленные. И вот тут закругленные. То есть на углу даже можно тут вот сесть человеку и на спинку облокотиться. Все прекрасно. Все отлично. Удобные сидения. Сидения я вам не сказала сколько, да? Там 35 сантиметров, по-моему. А вот, да, сидения такие же, как лавочка. По-моему, да? Не, даже чуть побольше на пару сантиметров. Чуть-чуть поглубже на пару сантиметров, чем табуреточка. Ой, я прям не могу. Классно. В общем, тут тоже я переживала, что у меня, во-первых, здесь, если человек будет сидеть, я боялась, что коленки будут упираться. И будет человеку неудобно. Очень даже удобно. Можно сидеть. Вот можно даже поближе придвинуть. Так все прекрасно. Можно даже отсюда выйти. Я боялась, что тут места у меня не будет. Прекрасно. Можно отсюда выйти. И здесь проход тоже нормальный. Можно выходить. Вот так. Ну, можно вот чуть-чуть сюда. Ну, стол двигается. Все прекрасно. Все отлично. Я вокруг стола сейчас тут. Похожу чуть-чуть, покажу вам. В общем, классно. Все. Все отлично. Что там в ящички я положу? Еще не знаю. О, ну, у меня теперь места полно, куда чего можно положить. Но так как я много повыбрасывала, еще собираюсь много выбрасывать. Так что мне особо и ложить-то больше там и нету. Клиночку застелю. О, ну, вот. Теперь можно так вот придется сетка, сесть с ней, телевизор посмотреть, чаю попить. Классно. Сын с невесткой. Сын с невесткой, с Настей. Вот мы тут все поместимся. И дочка с Дэнни даже поместится. Вся семья может поместиться. Хотя мне вся семья одновременно не собирается. Ну, как бы наперед, на будущее, на перспективу. А почему бы и нет? Может и соберутся еще. А еще этот уголочек я, девочки, брала для того, чтобы можно было иногда снимать и здесь. Потому что я привыкла сидеть вот там вот на кухонке, на своем стульчике и там болтать с вами. Ну, как-то вот тут мне не очень было комфортно почему-то сидеть. А сейчас уже комфортно. И, в общем, прекрасный фон. Занавесочка прекрасная. Обои. Уголочек. Прям в углу можно так сидеть. И что-то рассказывать, вам показывать. Может, какие-то покупочки здесь на столе разложить. И мне отсюда нравится вид. Я вижу все. Я люблю, в общем, в уголке находиться. Знаете, чтобы вот так вот весь обзор и все, чтобы я видела. Я люблю спать тоже вот на диване в том углу головой, чтобы напротив окна, чтобы я когда проснусь, смогла, допустим, раз в окно выглянуть. Ну, летом, например, уже увидеть, что там светло. Или, ну, вот почему-то из угла мне нравится вот обзор, чтобы какой-то был туда. Ну, а здесь мне не очень нравится спать задом к окну под сплетом, при том, что тоже не очень комфортно. Поэтому мне вот хорошо, я диван оставила там. Хотя, может быть, по логике уголок можно было бы и туда поставить. Ну, во-первых, я на спинку дивана залазю для того, чтобы залезть на антресоль туда. Мне удобно по высоте. И спать головой на восток тоже мне удобно, мне комфортно. Я сплю лучше, чем когда у меня голова в другом направлении лежит. Вот. Ну, в общем, как-то вот все, то, что у меня сейчас, вся мебель, она у меня светленькая. Мне сейчас все очень нравится. Я сейчас просто буду наслаждаться, не могу. Ну, конечно, журнальный столик. Я сейчас пока поставила его там, чтобы он не мешал в уголочке. Ну, это уже как бы лишняя мебель будет мне мешать. Я старые табуретки уберу, столик журнальный уберу. В общем, чтобы у меня тут не было лишней никакой мебели. Вот то, что есть, и пусть то у меня и будет. Все, девочки, я вроде бы все вам показала. Я очень рада, очень счастлива, что это все так быстро у меня случилось. То есть, получается, что за неделю уголок у меня уже готов стоит. Мы были на прошлой неделе в среду в магазине. В среду вечером я уже поменяла модель на вот эту модель. И вот сегодня среда у меня уже все собрали. В общем, очень хорошо, все очень здорово. За неделю все управились. Я довольна, довольна. И моделью довольна, и, в общем, мебель хорошая. А запах мебели новой так пахнет. Я так люблю запах новой мебели. Древесина вот эта вот. Такой приятный запах. Я не знаю, прям даже как передать словами. В общем, я не знаю. Я буду считать, что мне чрезвычайно повезло, наверное, что вот так вот быстро мне доставили мебель и быстро ее собрали. И все успешненько, все прекрасненько, все отличненько. Сборщик тоже работал недолго, он буквально за полтора часа, по-моему, где-то он собрал. Раз-раз, вжик-вжик, и как бы собрал, и все прекрасно. В общем, все отличненько, все, все очень хорошо. Все, девочки, на этом я хочу с вами попрощаться, закончить это видео. Ставьте лайки, кому понравилось видео. Подписывайтесь, кто не подписан. Завтра уже я еду к дочке, и уже завтра начну уже другую тему, другое видео. Ну, а я с вами на этом прощаюсь. Кто не подписан на канал, обязательно подписывайтесь, чтобы наблюдать за дальнейшими моими переменами. Ну все, мои хорошие, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok